ЧУКА НА ВАЛИХАНОВА Но, с другой стороны, все так же вспыхивают и подавляются уйгурские восстания в китайском Синьцзяне. Также беспокойно в Киргизии, где неожиданно может поменяться власть. И также погружен в себя Кокамт. Но самое главное, продолжается и даже усиливается борьба сильнейших держав мира за недоступные горные районы Центральной Евразии, Афганистан, Кашгария. Словно там проходит таинственная ось управления миром, где даже небольшие растения с опиумным вкусом могут оказывать на мир большее влияние, чем все космические корабли и авианосцы вместе взятые. Именно туда в 1858 году отправился 22-летний Чукан Валиханов, чтобы услышать, как бьется сердце Евразии и рассказать миру о том, что там происходит. Именно туда отправляется Валихановская экспедиция, которая проходит под эгидой областного Алма-Атинского Акимата, для того, чтобы услышать сердце Евразии и попытаться разгадать его тайну. Современное развитие авиации позволяет довольно легко добраться в любую точку мира, но это не дает испытать чувства путешественников тех времен, когда лошадь была основным видом транспорта. Участники Валихановской экспедиции решили пересечь Тяньшань, чтобы завершить повторение знаменитого Кашгарского путешествия Чукана-Валиханова. По замыслу руководителя экспедиции Маулена Есимханова, ее этапы максимально приближены к маршрутам Чукана. Поэтому в Кашгарию мы отправились через высокогорные перевалы Небесных гор. Валихановская экспедиция, как проект Акимата Алматинской области, стартовала в 2003 году. С той поры было реализовано 8 этапов. Что касается путешествия в Кашгар, то в 2009 году Валихановская экспедиция совершила пеший переход по киргизской части маршрута. В тот год был преодолен высокогорный участок пути от Иссыкуля до китайской границы. Работа нынешней экспедиции началась в Бишкеке. Это город дешевых автомобилей, дорогого бензина и веселых вывесок. В нем есть свое очарование. В Центральном историческом музее мы посетили экспозицию, посвященную киргизскому эпосу Манас. В ней уделено внимание Чукану Валиханову, который во время своей поездки на Иссыкуль первым записал часть этого эпоса. С великим произведением крыгизского народа, устного народного творчества Манас, Чукан столкнулся во время одного из своих первых путешествий. Это путешествие на Иссыкуль в составе экспедиции полковника Хаментовского. Один из вечеров в юрте совершенно случайно пришел Манас Ше и начал рассказывать этот эпос. Шукан был поражен. Поражен тому, что человек, который рассказывал эпос, это было не просто песня, это не просто повествование. Слова накладывались одно на другое, и человек как бы впадал в экстаз. В середине 19 века для просвещенной Европы Кашгария, именуемая также как Малая Бухария или Алтиншар, оставалась белым пятном. Огромная пустыня Такламакан, запертая в горном мешке между Тиньшанем, Памиром и Кунь-Лунем, не располагала к процветанию. Но эта суровая земля имела огромное геополитическое значение, ведь здесь сходились интересы Британии, России, Китая и Каканского ханства. Она была в центре так называемой Большой Игры. Посетив этот край, можно было легко потерять голову и в прямом, и в переносном смысле. Именно это произошло с немецким путешественником Адольфом Шлагентвейтом, который проник в Кашгар в 1857 году. Он был обезглавлен властителем Валихан Тюре за то, что отказался показать тайное послание британцев к Аканскому хану. Валиханов проник в Кашгар в 1858 году под видом купца Алимбая в составе семипалатинского каравана. Мы же решили отправиться туда на автобусе с челночниками. Эти необычные транспортные средства с лежачими местами совершают переезд из Бишкека до Кашгара за 24 часа. Дорога будет непростой, но я уверен, Чукану было намного сложнее. И я надеюсь, что наш водитель караван Баши не заплутает с киргизской глушей. Дорога пересекает Иншань с севера на юг и идет через два горных перевала – Далон и Торугард. Она также пересекает две таможни – киргизскую и китайскую. Причем на китайской таможне все тюки выгружаются. Сотрудники этой службы внимательно осматривают не только багаж, но также проверяют содержимое мобильных телефонов, ноутбуков и фотоаппаратов. Если они обнаружат на электронных носителях эротику или сцены насилия, то не только удалят их, но и заставят нарушителя заплатить штраф. Кашгар – наиболее удаленная от Пекина часть Китая. Основным видом транспорта там является мопед. В отличие от других городов Азии, движение на мотороллере здесь имеет свои особенности. Мотороллер может двигаться не только по специально выделенной полосе, но и по пешеходному тротуару, по автомобильной дороге и даже по встречной полосе. Во время движения на мотороллере можно разговаривать по сотовому телефону. Если вы везете ребенка, то он может спокойно стоять между ног водителя и даже сидеть наоборот. Здесь можно ездить без каски. У нас даже родилась такая шутка. Кашгария расположена так далеко, что каски для мотороллеров сюда еще не завезли. Несмотря на некоторый хаос, водители вежливы, и аварии случаются редко. Во время нашего пребывания в Восточном Туркестане мы внимательно исследовали Кашгар. Посетили места, в которых бывал Чокан, а также музеи и исторические памятники. Мы приехали к мавзолею Ап-Ак-Ажи. Это один из проповедников суфизма здесь, на территории Восточного Туркестана, и один из тех, кто здесь проповедовал ислам. Одновременно он был еще и правителем. Этот мавзолей сооружен в 1640 году. Здесь же Ап-Ак-Ажи захоронен. Это одно из зданий, которое сохранилось очень хорошо. Именно здесь представлена глазурованная плитка, минареты именно того периода, купола, которые представлены именно таким же образом. Шокан Валиханов не случайно сюда приезжал. Он сделал здесь зарисовки и описал все, что было связано с самим Ап-Ак-Ажи, каким образом он здесь проповедовал. И очень много времени уделил именно этому мавзолею. Многие патриархальные стороны жизни в Кашгаре сохраняются. Но можно легко заметить и уверенное движение к новым экономическим горизонтам, свойственное Большому Китаю. Например, то, что почти все мопеды на электрическом приводе. Это не только экологично, но и заметно снижает шумовой фон. Если учесть, что это основное средство передвижения, то можно сказать, что по количеству электротранспорта Кашгар даст фору большинству городов Европы. С кухней в Кашгаре туристы вряд ли будут испытывать проблемы. Здесь можно найти привычные для Центральной Азии плов, курт, манты, айран. При этом некоторые мантаварки выше человека. Поражаешься трудолюбию людей, которые в этом засушливом краю выращивают многочисленные плоды. Они здесь имеют свои особенности. Картофель крупный, его продают поштучно. Встречаются плоды до килограмма. В то же время можно найти небольшие арбузы овальной формы. Хурма мягкая и очень нежная на вкус. Большое внимание уделяется винограду. В некоторых сельских районах улицы превращены в виноградные тоннели. Главным фруктовым символом в Кашгаре можно назвать гранат. Это понимаешь, когда посещаешь гранатовый рынок. Свежевыжатый сок граната повсеместно продается на улицах, как и многие другие блюда, но мы рекомендуем питаться в кафе и ресторанах. Каждый из нас купил по ящику гранатов домой. У нас даже родилась шутка. Если на таможне спросят, оружие есть, мы ответим, нет, только гранаты. Хотя с китайскими таможенниками лучше не шутить. Завтрак в Кашгарском отеле имеет свои особенности. Внешне это обычный шведский стол. С легкими закусками. Но есть одно важное отличие для того, чтобы жители и гости победившего социализма не переедали. Есть специальная табличка. 50 юаней заплатит тот, кто оставит что-то недоеденное на своей тарелке. Это способствует здоровью людей и оздоровляет бюджет страны. Мечеть Итках в центре Кашгара занимает значительную территорию, но не отличается большой высотой. Не стоит забывать, что Китай остается социалистической страной, в которой роль религии ограничена. Зато впечатляет площадь перед мечетью. Она может вместить огромное количество кашгарцев, приходящих сюда в дни религиозных праздников и всеобщих молитв. И вот в эту мечеть неоднократно приходил Шахан, присутствовал здесь на молении, на пятничный намаж. Даже сейчас в Кашгаре собирается порядка 10 тысяч человек. А вот в празднике, во время Курбан-Айта, сюда собирается от 120 до 150 тысяч человек. Внутри самой мечети от 500 до 700 человек располагаются все остальные, располагаются по территории этой площади. Чтобы понять, чем живет город, нужно посетить его рынок. Центральный рынок Кашгара – это целый город внутри города. По его товарам можно оценить уровень развития региона. В настоящее время, когда Шелковый путь возрождается, у Кашгара есть шанс вновь стать важным звеном на этой дороге жизни, соединяющей Восток и Запад. Шохан, как только сюда заехал, практически полгода, большую часть времени проводил на базаре. На базаре всегда можно было узнать последние новости, все, что здесь происходит. Узнать, каким товаром кто торгует, из каких мест товар привезли, сколько он стоит. Практически основная жизнь всего города проходила на базаре. Базар мог начинаться рано утром, мог начинаться вечером. Практически базар существовал круглосуточно. Товары, которые привезли сюда Шохан, сюда входили те же самые котлы, те же самые казаны, те же самые лопаты, те же самые топоры, мотыги. Одновременно здесь торговали и живым товаром, имеется в виду скот, и здесь большей частью торговали овцами, баранами. А также из разных мест, из Сандижана, из Хорезма, из Бухары, значит, с Индии, с разных мест, с Персии сюда привозили совершенно разные товары. И вот для Шохана это было очень интересно, откуда какой товар приходит. Привозной в Кашгар товар из провинции Бухары и Коканда преимущественно следующий. Краски, хлопчатая бумага, шелковые ткани, урюк, изюм, железо. Кроме того, пригоняют баранов, рогатый скот и лошадей. Вывоз – кирпичный чай, байховый и других сортов. Но чай вывозится преимущественно в провинции и города азиатских государств. Мы находимся сейчас на территории Мавзолея Юсуфа Баласагунского. Этот город находился на территории Жетусу, недалеко от города Токмака. Юсуф родился в городе Баласагун, а потом попозже переехал в Кашгар. И здесь он творил. Древний средневековый поэт. Но учитывая, что чаще всего свои поэмы он посвящал правителям, скорее всего поэтому его имя сохранилось в истории Кашгара. То есть еще один наш земляк в истории Кашгара сохранился. Тем не менее, мы были и в Краевеческом музее, и проехали по всей территории Кашгара. Имя нашего знаменитого земляка, великого путешественника Шапханова Лиханова, к сожалению, нигде и каким образом не отражено. Мы обратили внимание, что в целом в Китае и вот именно на территории Синьцзянь-Угурско-автономного района очень большое внимание уделяется вот древним, средневековым памятникам, которые сохранились еще с тех времен. В сфере туризма у кашгарцев наработан интересный опыт, с которым мы познакомились во время этой поездки. Например, сохранение уголков старого города, где можно окунуться в атмосферу древности, увидеть ремесленников, побродить по лабиринтам из глиняных стен. Жители старого Кашгара очень гостеприимны. Нам удалось проникнуть в один из довольно зажиточных домов. К нему подведены все необходимые коммуникации. С крыши открывается потрясающая панорама. Сейчас мы находимся на крыше одного из таких богатых жителей, которые были отделаны и терракотой, и с росами они были сделаны. И здесь они очень высокие. Одновременно есть новые традиции, которые возникли вот в этих новых домах, где проживает житель. Мы видели там у них и машинка-стиральный автомат, и одновременно на крыше голубятни. Вот это уже традиции, которые сейчас уже вошли в Кашгаре, и они очень интересно смотрятся на фоне нового города. Здесь рядом возвышаются небоскребы, колесо обозрения, значит, всевозможные новшества, все, что на сегодняшний день есть. И в то же самое время старый дом, которому практически 4 столетия. Во многих домах жители здесь проживают по 6, по 7 поколений. Дети отселяются, живут уже в современных квартирах, но большая часть вот из тех, значит, старых жителей, они продолжают жить в этих домах. В гончарной мастерской можно не только купить керамику, но и увидеть весь процесс создания глиняной посуды. Для города, выросшего в песках, гончарное ремесло всегда было в почете. Когда-то весь город состоял из глины. Мы вот сейчас обратили внимание на гончарную мастерскую, посмотрели, как здесь делают гончарные изделия из глины. Значит, мы попали к мастеру, который считается здесь в Кашгарском округе, одним из самых сильных и одним из самых знаменитых. Его изделия идут на расхват. Но, тем не менее, условия и то, что как он делает, то есть полностью раскачивает этот круг для того, чтобы делать эти гончарные изделия ногами, все это сохранилось, как это было в 19 веке, когда здесь ходил и бродил шахар. Отправляясь в Китай, нужно быть готовым к преодолению языковых барьеров. В составе нашей группы была Жазира Курбана Ли, научный сотрудник музея ИССИК, которая знает уйгурский и китайский языки. Это значительно облегчило нашу работу и избавило от многих вопросов на таможне и в самом Кашгаре. Кашгар развивается, но старается не терять своих корней. Несмотря на массовое строительство многоэтажек, древняя крепостная стена была сохранена и служит напоминанием об истории города. Мы находимся у мавзолея Махмуда Кашгари, очень известный исследователь, который родился в 1008 году. Родился, вырос и основное свое сочинение написал здесь в Кашгари. Здесь же в 45 километрах от города находится его захоронение, мавзолей. Целый комплекс могильников, который здесь возник рядом с его мавзолеем. Махмуд Кашгари известен тем, что создал одно из самых объемных сочинений своих. Это диван Лугата Тюрк. Первое повествование сочинений о тюрках. Практически наверняка одно из самых полных на то время. Нам интересен он тем, что здесь был Шабхан Валиханов неоднократно. Дело в том, что Шабхан Валиханов с детства выучил тюркский язык, чаготайское наречие, писал на этом языке. Когда он узнал, что здесь недалеко от города находится могила Махмуда Кашгари, он нашел возможность приехать сюда и почтить память этого великого ученого. Чтобы узнать, чем дышат окрестности Кашгара, мы решили выехать в соседний город Артуш. Там находится мавзолей Сатука Баграхана. Качество дорог оставляет хорошее впечатление. В Китае давно поняли, что большой скачок в экономике невозможен без надежных коммуникаций, особенно для протяженной страны. Сатука Баграхан личность историческая для местных. Здесь в Восточном Туркестане это человек глубоко почитаемый. Они почитают его за святого. То есть человек, который не смог при жизни совершить хадж-метку, может приехать сюда, побывать здесь. И это считается как бы своего рода малым хаджем. Мавзолей погребения Сатука Баграхана, который вот у меня здесь за спиной, был сооружен чуть позже, ближе к XIII веку. Но тем не менее, до сегодняшнего состояния он несколько раз, порядка десяти раз, был частично разрушен, большей частью разрушен. Постепенно его восстанавливали. И вот последние реставрационные работы прошли в 1997 году. И вот нынешнее состояние, которое мы есть, но там все же представлены в самом мавзолее экспонаты и даже вот образцы из росов, вот этого вот поливной керамики, которая вот покрыт сверху мавзолей, того времени, когда впервые этот мавзолей был сооружен. Сатука Баграхан был правителем караханитского государства. И практически это один из тех, кто насильно насаждал ислам в Восточном Туркестане. И большей части вот в шести, а то и в жет-шар семи городах Восточного Туркестана. Шуакану было очень интересно знать историю. Он сам по своей природе был любознательным человеком. Поэтому он пользовался любой возможностью, чтобы можно было приехать в свободное время, посетить древние какие-то, связанные с историей этого края. Местные уйгуры, древние уйгуры, они поначалу были приверженцы манифейской веры и даже положительно относились к буддийской вере. Не сразу Кашгар, свободолюбивый такой вот город, которым женщины никогда паранжу не носили, и мужчины, и женщины вели свободный образ жизни и участвовали в государственной жизни. Здесь введение мусульманской меры, ограничение искусства, изображение людей, использовали только растительный орнамент. То есть ислам с одной стороны вносил очень серьезные ограничения. Завершили китайскую часть нашей программы мы у древнего буддийского храма в пустыне Токламакан. Его оплывшие контуры уцелели, несмотря на жестокие ветра и пыльные бури. Токламакан – огромная пустыня, окруженная со всех сторон, горами высотой более 7 тысяч метров. Она не отпускает реки, впадающие в нее, заносит песком целые города, и существует лишь одна сила, способная противостоять песчаной лавине – сила человеческого духа, воплощенная в Кашгарском характере. В конце 19-го, начале 20-го века, когда Восточный Туркестан стал возможным, значит, сюда можно было приезжать, более открытой территорией стало. Сюда очень много приехало исследователей, прежде всего английских, из Америки исследователи, и исследователи из Восточной Европы. Большей частью они не сколько исследовали, а сколько варварски, вывозили отсюда все, что только можно было вывести. Пустыня Токламакана оказалась прекрасным консервантом, и практически все эти древние моноскурипты, большей частью собранные в пещерах и вот в таких вот храмах, они буквально укладывались в коробки и вывозились отсюда огромными партиями. Ну вот, мы почему здесь остановились, я думаю, что Шокан Валиханов, вот мимо здесь проезжая, ни в коем случае не проехал бы мимо, остановился бы и обязательно обратил внимание на эти храмы. Когда читаешь Валихановское описание Кашгарского путешествия, а также написанные позже очерки о Джунгарии, поражаешься научному подходу автора. Как пытливый исследователь, Чукан подробно описывает политическое устройство, особенности жизни, а также географические характеристики растительный и животный мир. Это настоящая энциклопедия, посвященная одному из последних белых пятен для европейцев. Мы возвращаемся из Кашгара на автобусе с лежачими местами. Для наших туристов это экзотика. Но для людей, которые путешествуют по Тиньшаню и по Кашгаре в этих местах, это самый привычный и комфортный вид транспорта. В места, которые трудно найти на карте, можно доехать на автоплацкарте. Эти места, которые внешне выглядят сухими и холодными, по-прежнему притягивают внимание не только супердержав, но и торговцев и исследователей, таких, как наша Валихановская экспедиция. Несмотря на кропотливую таможню, нам удалось вывести все материалы. В целом, экспедиция прошла успешно. Мы возвращаемся, вглядываясь в эти бескрайние просторы, так же, как и полтора века назад в них глядывался Чукан Валиханов. И пытаемся понять загадку притяжения этой суровой земли. Но понятно одно. В край, который миру открыл Валиханов, не зарастает тропа караванов. Работа экспедиции продолжится. Нам предстоит побывать на месте рождения Чукана, осмыслить петербургский период его жизни. Есть планы повторить еще непройденные маршруты на территории Семеречья. Наверняка мы вернемся и в Кашгар. Город, который продолжает хранить немало загадок, так же, как и жизнь самого Чукана. Продолжение следует...